Здравия всем ищущим непонятно что и непонятно где. Почему сырое день и говно? Во-первых потому, что на сырое день и вы создаете себе массу неудобств. На сырых супах и фруктах долго не протянешь, особенно, если испытываешь большие физические нагрузки. Конечно день-два, более-менее, но если идете в поход на неделю, это очень тяжело. Приходится извращаться и придумывать калорийное блюдо. Иногда на сырое день и уходит больше времени, чем на обычную кухню, но сытостей сил получаешь меньше. Большинство людей вообще не парится питанием. Если вы перешли исключительно на сырые овощи и фрукты, в гостях будет неудобно. Но не потому, что вы кого-то обижаете, а потому, что организм отвык от вареной пищи. Например, если после продолжительного стопроцентного сырое день и забросите вареной картошке, испытаете крутую тяжесть в желудке. Продвинутый эзодорик, конечно, лепит о высших вибрациях и связи с космосом. Выведи из себя всю грязь тупое животное. Чистите тело, пока волосы с зубами не выпадут. Большинство пропагандонов сырое день и выглядит жалко. Не светятся они здоровьем, да интеллектом не блещут. Что толкает людей менять питание? Чаще всего плохое здоровье. Сначала кажется, что вот оно. Исцеление. Вес слетает стремительно. Легкость в животе. Но постоянно хочется жрать, особенно зимой. Зимовать на сухофруктах и салатиках для меня нереально. Лично мне в холод вообще не хочется сырых фруктов и овощей. Если ничего не делать, круглосуточно медитировать, наверное, обойдешься минимумом. Если ваша жизнь кипит, вы постоянно решаете интеллектуальные задачи, занимаетесь спортом, на одних яблоках и бананах не протянете. Следите за собой, обращайтесь к врачам, даже если не верите традиционной медицине, и думайте о своей головой. Питание необходимо для существования тела в ограниченный период времени. Не надо делать из него культ. Не ведитесь на проповеди шарлатанов, которые втихаря заедают сыроические трапезы шашлыком. Продолжение следует...